Девушки отдыхают Сегодня 1 февраля и мы снова на пруду в Борках. Предыдущий визит на этот водоем принес массу положительных эмоций, пару килограмм икры и десятый килограмм вкуснейшего щучьего мяса. Первый флажок выбросил от жерлица Макса, едва он закончил расставляться. Холостая сработка. После этого активность рыбы позволила нам спокойно позавтракать и попить чайку. Наш состав в этот раз усилил Саня, известный в рыболовном мире как Саня Фарт. Без четверти 8 сработали две так сказать фартовые жерлицы. Это было только началом, причем как теперь эту ситуацию можно оценить началом конца. Вернух, пожалуйста, сход. А что вы видите? Сход. Сход. Сонечко, адерата не лотает. Теперь-то нужно мыть. А тут ничего нет. Тут просто сработка и трава. Но он спочит. Гладиатор живой Надо спасать гладиатор Как только мы с Саней вернулись на базу, Макс стартанул к своим жертвам. Я не стал снова напрягать свой старый больной организм. По учащенному дыханию было понятно, что еще одно ускорение к ряду могло бы надолго отбить охоту к съемкам. Надо бросать курить. За весь день мне несколько раз приходила эта мысль в голову. Пока что-то себе там философствовал, Макс вытащил очень маленькую прищепку и затолкал ее обратно. Мы еще не догадывались, насколько нас балуют плюсовой и безветренной погодой в данный момент времени. Настолько пренебречь с прогнозом погоды мог только отъявленный рыбатюга или чел без инета. Бегая за владельцами жерлиц на каком-то этапе мне показалось, что побалансировать мне сегодня не удастся. Настолько был интенсивным выход рыбы. Дождь Дождь с Максом было плюс-минус двадцать. Ух ты! Молодец! Поймал рыбик. У нас поклевалка уже больше, чем у меня. У меня восемь. У него уже больше десяти. Благо, что, как оказалось, этот выход был недолго. Правда, не всем это понравилось. Но у меня появилась возможность со спокойной душой отправиться запускать мой балансик. Итак, я практически с подхода разлавливаюсь. На второй лунке, на третьем взмахе, точнее на паузе после третьего взмаха, маленький щуренок заставил меня возликовать. На ближайшие пару часов этот шнурок именовался моим сегодняшним уловом. Дальше, монотонное хождение по лункам в сопровождении усиливающегося дождя. Но были положительные моменты от такой погоды. Повскрывалось много старых лунок, что, в свою очередь, уменьшало затраты энергии на сверление отверстий во льду. Геша успевал везде. И свои жерлицы проверять тире переносить, и балансир балансирить, и другим в помощи не отказывать. В общем, я удивлялся его энергетике. За это, ну, я так думаю, ему выдали на балансир две щуки. Ты хочешь сверло взять и пойти, да? К тому времени у Макса и Сани стало совсем грустно. Изначально, воодушевленный моим последним выступлением с балансиром, я собирался вдвоем с Геша снять интереснейший ролик про ответственную ловлю с подводными съемками. На предыдущем видео хорошо видно, насколько чистая была вода в водоеме. В этот раз все было наоборот. Но понял я это только, когда вернулся домой и посмотрел отснятый материал. Моему разочарованию не было предела. Все подводные съемки состояли из мутных кадров. И где-то в этой мутной воде неспешно плавает моя щука. Стоит остановиться на одном эпизоде, в котором я сегодня принимал самое активное участие. Подойдя в очередной раз к новой лунке, я опустил балансир. Как только он достиг нижней точки, поклевка. Хорошая, качественная поклевка. Но мимо. Моя небольшая практика ловли в отвес показала, что щука редко добирает после поклевки. Но я машинально опустил балансир в лунку еще раз. Бац! Снова поклевка. Снова врасплох. Снова мимо. Решил оставить отдохнуть лунку и снова вернулся к ней. Минут через двадцать. Снова поклевка. Снова мимо. Но уже не с первого раза. А на втором подбросил. Долавливать не стал. Снова оставил лунку на полчаса и пошел снимать сходы у Макса. Которых у него сегодня было в достатке даже с излишком. Спустя полчаса вернулся к правильной лунке и все-таки взял. Тоже мелочь, но взял. Добрал так сказать. По балансиру. Заметил за две рыбалки, что на длинных паузах поклевок больше. Это раз. На паузе балансир медленно раскручивается. Не знаю, будет ли он так же себя вести на плетенке, но на закручивающейся леске балансир раскручивается. Вполне может быть, что именно это и есть тем спусковым механизмом, который заставляет щуку атаковать. Более плавные и менее амплитудные рывки в сочетании с длинными паузами давали лучший результат. Это два. На этом я хочу завершить отчет с рыбалки. Всем мира и добра. До новых встреч.